Более 200 детей, именно столько появившихся на свет граждан Беларуси, поздравили представители Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь» за время существования акции. С трепетом вспоминают новорожденных, которым впервые пришли в гости. В прошлом году эти малыши уже пошли в школу. Поздравляя мам и детей, появившихся на свет в знаменательный день в этом году, желали новорожденным стать настоящими патриотами в будущем. Эта акция действительно стала уже традиционной. И я должен сказать, что мы чуть-чуть отстаем от своего времени существования организации «Белая Русь». Восьмой раз. Поэтому мы встречаемся, мы поздравляем, мы вручаем наши подарки и мы отслеживаем вот этот процесс. Шесть мальчиков и семь девочек. Таково число новорожденных в Брестском областном роддоме в День независимости. К слову, цифра по Брещене – 36 детей. И хотя она несколько меньше показателей прошлых лет, врачи успокаивают. Мы продолжаем удерживать вот эти лидерские качества. И у нас на 241 роды больше, чем в прошлом году. 3182 родов у нас вот произошло, если эти цифры брать. Конечно, непросто, потому что это очень большая ответственность. Я всегда говорю, что это большая ответственность. Но с другой стороны, это большая радость и большое моральное удовлетворение, когда наши совместные усилия и матерей, и наши заканчиваются успехом. Виктория Кузьмича во второй раз стала мамой. Молодая женщина признается, появление второй девочки в семье стала настоящим подарком для нее и супруга. Неожиданной стала дата появления ребенка на свет. Молодая мама уверена, маленькая Александра в будущем станет настоящей патриоткой своей страны. Это качество родителей начнут прививать девочки с самого рождения. Праздник очень важен для нас, для всей нашей семьи. Поэтому все, что будет зависеть от нас, мы будем ребенку доносить, чтобы он тоже рос патриотом. Радость материнства во второй раз испытала и Мария Валетина. Брещанка признается, ей очень хотелось, чтобы рождение малышки совпало с государственным праздником. Вдвойне знаковым день независимости станет теперь в этой семье. Хотели очень такого, во всех отношениях независимого ребенка. Но, в общем-то, получилось национальный праздник. Поэтому уже хотелось, как-то раз так придвинулась непосредственно к нему. Вот. Ну, получилось очень символично. Конечно, приятно. Приятно, что не забыли, что, в общем-то, у нас отношения, в принципе, не только в празднике. Я как второй раз рожаю, и к роженицам, и к детям очень хорошая, ну, именно в нашей стране. Потому что слышала, что не везде это так происходит. Ну, это, конечно, очень приятно. Ну, сегодня, да, естественно, было приятно получить подарки. Это всегда, я думаю, в любой праздник очень так. Уже сегодня хочется еще одного третьего ребенка? Сложно сказать. Нет, конечно, пока не хочется. Но я думаю, что это дело времени. Сегодня все чаще женщины задумываются о рождении и второго, и третьего ребенка. 53% составляют повторно родящие. Именно поэтому Брестская область по-прежнему на первом месте по рождаемости в стране. В том, что тенденция сохранится, сомневаться не приходится. Сейчас люди, благодаря вот этим социальным моментам, которые существуют в государстве, стараются рожать второго, третьего, четвертого и пятого, особенно в Брестской области. Но это очень правильная политика была принята. Она дает сейчас свои результаты. Потому что, если брать вот эти демографические прогнозы по рождаемости, то Брестская область уже выполнила те прогнозы, которые заложены в программе для республики на следующие пять лет, новой демографической программе. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.